Значительная часть предпринимателей, занимающихся бизнесом, находится в поиске инструментов, которые могут повысить эффективность их предприятия. Огромное влияние имеет внедрение современных технологий в ведении своего дела. Электронная торговля и другие каналы продвижения экспортной продукции по таким названиям прошел заключительный четвертый тренинг для предпринимателей с обоих берегов Днестра, организованный проектом ПРООН «Развитие экспортного потенциала на берегах Днестра, финансируемый Швецией». Экспертами выступали успешные экспортеры, которым удалось завоевывать рынки Евросоюза, Соединенных Штатов и России. Они делились своим успешным опытом и рассказали о потенциале этих рынков и особенностях потребителей, о своей практике продаж через знаменитые онлайн-ресурсы. «Если мы говорим в контексте электронной торговли, то в рамках своей презентации я показывал, что практически уже больше половины населения земного шара, оно пользуется интернетом, пользуется электронной торговлей. То есть игнорировать такую аудиторию уже нельзя, поэтому любой, кто думает о своем бизнесе, он в общем-то должен размышлять и о том, как он это будет продвигать в интернете и в других средствах электронных коммуникаций. Технологии сейчас определяют все. То есть вы какой объект жизни не возьмете, там или отрасль жизнедеятельности, там везде есть IT. А с точки зрения бизнеса, то есть сейчас весь бизнес построен на IT. Вы ведете бухгалтерию с использованием информационных программ. Абсолютно большинство бизнесов, все продажи в основном через какие-то электронные каналы взаимодействия. Уже есть просто бизнесы, которые без IT невозможны. То есть если отключить интернет, этих бизнесов нет. Это миллиардные бизнесы. Я вам приведу пример. В Беларуси есть компания World of Tanks. Вот эта игрушка в танки. Вот они продают танков, игрушечных танков, больше, чем Россия продает настоящих танков, в денежном выражении. То есть это огромные размеры, огромные бизнесы. Это огромный рынок. И поэтому, естественно, надо пробовать это сделать. И тут что хорошо, что вы можете начать в любом месте. Неважно, где вы начинаете, вы можете продавать на весь мир. Ведение бизнеса с использованием каналов в электронной торговле позволяет предпринимателям начать освоение новых экспортных рынков с наименьшими затратами, используя все возможности электронного маркетинга, повышая таким образом узнаваемость своего бренда или товара в сети. В ходе всех четырех тренингов предприниматели ознакомились с инновационными методами развития бизнеса, обсуждались требования к экспорту, говорили о маркетинге, брендинге, электронной коммерции и освещались другие темы, связанные с экспортной деятельностью. Для нас это очень важно и очень было интересно, потому что в плане экспорта мы только начинаем. Есть пару идей, появились еще больше, особенно на сегодняшнем тренинге, именно про Амазон в Европе, потому что мы знали, что он как бы есть, но не знали, что он так развит и так хорошо развит, и поэтому для нас это очень было интересно. На предыдущих тренингах также мы узнали по поводу маркетинга достаточно интересные нюансы и очень надеемся, что они будут проводиться и в будущем. Мы посетили все эти четыре встречи, то есть на сегодняшний день именно выход на экспортные рынки, это в принципе то, ради чего каждое хозяйство, каждое предприятие стремится выйти. То есть не чисто, тем более у нас рынок идет меда, он здесь перенасыщен в нашем регионе, а выйти на экспортные рынки, то есть это именно то, о чем мечтает каждое предприятие. Данный тип семинаров, то есть вот эта вот вся линейка учила нас, как правильно найти своего клиента, как правильно забрендировать свой товар, какие специальные сертификаты нам необходимо получить, для того, чтобы вот, то есть получается, была такая цепочка замкнутая, то есть нам полностью рассказали, с чего начинать и к чему мы должны в итоге прийти. Свои пожелания для начинающих бизнесменов или тех, кто только задумывается о своем деле, дали участники этих встреч. У нас у всех перспективы одинаковые. Если мы предпринимаем правильные усилия, и мы последовательны в своих усилиях, то обязательно получится. Здесь главное – это идея, идея бизнеса, не замыкаться в какой-то очень локальной идее. Я вообще предлагаю тем, кто начинает бизнес, всегда стараться думать глобально, потому что что вы делаете большой бизнес, что вы маленький, вы всегда тратите, в принципе, одно и то же время. У вас всего 24 часа в сутки, и работаете вы приблизительно 12, 8-12 часов. Что вы делаете – большую историю, что вы делаете – маленькую историю. Поэтому я им рекомендую мыслить глобально, и тогда они точно смогут найти какую-то интересную нишу, которая значительно превосходит рынок, на котором они находятся. Нужно не падать духом, а идти вперед, обращать внимание, работать, работать, еще раз работать, и рассказывать о себе, показывать, как производится товар. Потому что на сегодняшний день клиент хочет видеть, в каких условиях и где производится тот товар, который мы даем потребителю. Решиться и сделать этот шаг как можно быстрее, не останавливаться. Естественно, есть препятствия, но их нужно преодолевать, и нужно учиться все время. Даже если они считают, что я все об этом знаю, я думаю, что нужно все время учиться и стремиться к большему. Данные тренинги были задуманы как практический инструмент, предназначенный помочь и побудить компании на обоих берегах Днестра выйти на внешние рынки, повысить уровень конкурентноспособности и устанавливать отношения сотрудничества между ними для доступа к рынкам.